Подожди, подожди, я тебя сейчас слушаю, у меня прям это, я не знаю, прям волосы дыма встают. Получается, мы все живем на ограниченной территории, которая по сути является дурдомом строгого режима, и паспорт – это справка недееспособности и подтверждение того, что ты являешься уголовником. Да, 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 да. Поэтому штрафы, беспределы, а думать надо. Они всех нас за измену Родины посадили отбывать наказание. На каждого сейчас по шесть уголовных статьй. Ты как условно досрочно освобожденный накосячил. Дались в плен, а вот он бессмертный полк. Поехали на континентальный шельф на работу. А адреса вымышленные, санитарная округа, мы на зоне, то есть как умалишенные там. И вот нам диагноз. Гражданство РФ – это диагноз. Голод, холод, подлоги, что-то не то было. Я говорю, нет, так не пойдет. Я знаю, ваш аферист. Сейчас у них форма 1П – прибытие мигрантов. И паспорт не возвращают. А как тебе удалось-то их заставить оригиналы выкатить? Говорит, мы вам не отдадим. Оригиналы несите. Принесли. Они после нас дописки делали. В РФ с 85-го года. Я говорю, кто это сделал? Молчат. Лохотроном занимаются. Да я ж ей так мозг вынесла, что теперь она со мной дружит. Вы изъявления принимаете. Что, налоги платить не хотите? Ступор. Ну, чуть-чуть поэтулись, но взяли. Я не смогу вернуть вас в СССР. Вот эти формы 1П – учредительные документы. Принудительно с помощью угроз и шантажа. 70 миллионов в год от оборота. Ну, а если нет денег, пусть все долги оплатят. То есть соучредительство действует. Для РФ недоступно, неподсудно, неприкосновенно. Почему я хочу у них забрать вот эти оригиналы? Кто-то договора от меня заключает там с ЖКХ. Вот этот РФ-овский паспорт, он как брап у советского паспорта. Он на него работает. Мы все здесь, иностранные граждане. Везде без документов ходишь? Не знаю. Продали, пропустили. У нас уже не беспределят. Никто маски не требует, не штрафует. Они уже от нас там бегали вокруг заправки. Мы же не платим за ЖКХ. Потребовать выписку с поземельно-шнуровой книги. Ну, РФ-овская – это все лажа. Росреестр у них ликвидирован. И они тут запаниковали. Они в основном прячутся. Плюмарками загашу. Посмотрю, как они запляшут. Видишь, как они пазлики складываются? Аж и все знают уже об этом. Привет, Наташ. Привет, Антон. Чего такой грустный голос? Да я же тебе говорю, я со своей аллергией маюсь. Почти не вылазью из дома сейчас. Цветет липа теперь. Одно отцвело, другое зацвело под балконом. А, так ты в отмеску тоже расцвети, да и все. Так завтра придется идти на улицу. Слушай, к тебе очень много вопросов. Даже не знаю, с чего начать. Народ много задает вопросов по поводу Рыбкина. Это псевдоним же, да? Ну, да. Я просто как. Ну, считайте псевдоним. Это название села, да, какого-то? Название поселка, где я родилась. На Целине в Кахстане. А-а-а. На Целине. Ясно. Подскажи, у тебя там, я так понял, очень бурная деятельность идет. И причем у тебя ютуб-канал только недавно, да, открыт, а ты начала давно эту деятельность. Расскажи, пожалуйста. Да, это мне дочка год назад только сделала. И то, как бы, я же раньше съемку-то не вела. Но я всегда этим занималась и в советское время. Права качала, так скажем. А когда ты свои детьми знала? Ну, вот эту вот. С 95-го года. А почему с 95-го? Ну, я же тебе говорю, я с советских времен всегда вот видела, где какие-то эти подлоги, что-то не то было. Ну, так конкретно-то не копалось, не было. Телефонов, так скажем, в доступе этого не было. Интернета, так сказать, что, знаешь, надо было запрашивать. А, ну, там ребенок маленький был, пока два года ничего не делала. Там же еще, сам знаешь, голод, холод, невыплаты. То есть, не до этого было. А в 95-м по-новой начала. Подскажи, пожалуйста, вот, насколько я помню, ты мне писала в комментариях под одним из моих видео, что тебе удалось получить все формы 1П с лицевой и с тыльной стороны. Ну, да. Копии, копии. Оригиналы они мне не отдали. Да я что-то сама лоханулась, надо было их забрать, да и все. А ты их видела прям? А копии? А как? Они же мне принесли копии. Я говорю, нет, так не пойдет, несите оригиналы, я их сравнивать буду. Ну, они начали там, ну, сняты с оригиналов. Я говорю, я знаю ваш аферистов, несите оригиналы. Принесли. Ну, кабинет на ключ закрыли, чтобы не убежала, наверное. Ну, принесли. Тебя закрыли внутри кабинета вместе с этими, с формами 1П. А кто еще был? Нет, когда они мне... Я запросила копию, я пришла за ними. Копию они мне просто дали. Я потребовала принести оригиналы, чтобы сравнить. Ну, что копию они оттуда сняли или там лажа какая-то. Они принесли, тогда и начальница вместе со мной в кабинете на ключ закрыла. Пока я сравнивала оригиналы, на ключ закрыли. Меня начальница и бланки вот эти оригиналы. Пока я... Ну, сравнила, заверили, все отдали. Оригиналы нет. Ты прям в руках держала вот эту самую первую первичную форму 1П, да? Так у меня их три, все держала, конечно. А в самой первой первичной форме 1П 18 пункт был заполнен? Нет. Подожди. В какой первичной? Там нету 18. Я же тебе их прислала, выведи на экран, они уже зачеркнутые, посмотрите все. Я так думаю, что эти новые формы, где 18 пункт, они вот сейчас у меня форма лежит, я ее заполняю. Здесь вот я не вижу нигде 18 пункта. Вот у меня их три. Но я просила еще форму 1, где советский паспорт оформляли. А форму 1П они... Ой, форму 1 тоже они не дают. В советское время была форма 1. Сейчас у них форма 1П, прибытие мигрантов. Форму 1 они даже копию не дают. Не знаю почему, может, у них ее нету. Сейчас надо разобраться, какая из них первичная. А я тебе скажу, в смысле, они все первичная, знаешь, какая? Вот там, где в белой кофточке, то самое первичное. Там же вон даже показан советский паспорт, что замена на новый образец. Где светлая кофточка, то первичная. Нашел? Ага. А что тут все позачеркнуто? Это так и есть? Зачем? Это я зачеркнула свои данные. Ясно. Это можно показать. Понял, да, почему? Это я свои данные... Нет. Это я свои зачеркнула там, что этот. Это можно экране теперь показывать. А в красной руске что написано? Вот это первая форма, что в белой кофточке. Это, видишь, же написано. Замена на новый образец. Это в 99-м году они обменяли. Там вот советский паспорт вписан. И любой паспорт, как в советское время и как сейчас, вот на других формах ты увидишь. Те паспорта, которые мне меняли, там по возрасту. Там здесь акт об уничтожении. Здесь акта об уничтожении нет. Вот я красной ручкой пометила. Нет акта об уничтожении паспорта. А он должен быть. Я у них запрашивала. Тишина. И акт не дают, и паспорт не возвращают. Ну, в советский. Я им даже написала. Проколотый, порезанный, испорченный. Все равно вернуть. И у них регламент есть. Если по желанию ты можешь вернуть. Если он у них там. Если его не сожгли. У них же там еще сожжение было предусмотрено. И они сами говорят, можно по желанию отдать. Но мне-то что-то не отдают никакой. Не порченный, не дырявый, никакой. И акта об уничтожении нет. А он должен быть. Ну, вот тут прописку дописали они там. К чему с 87-го года дочку туда. Но граждане РФ, видишь, по статье 13, часть 1. Там они написали ручкой. Уже после того, как получаешь, они после нас дописки делают. Это уже было после получения. Они дописали. Так, подожди. Вот тут другие сведения. Так, на основании пункта, части 7, статьи, что-то Федерального закона Гражданства Российской Федерации, 62 ФЗ. Это где ты? А на обороте, которая? Да, да, да. Это вот какая форма? Вот та в белой кофте, которая? Просто у меня их три. Поэтому и думаю, какую тебе пояснить. Ну, просто они тебя разбиты, непонятно. Какая относится, не ясно. Нет, смотри. Вот где белая кофта, это лицевая и оборотная сторона на одном листе. Есть форма, где две. То есть, они две лицевые на одном. Ну, две формы на одном листе. Две лицевые, а на обороте две оборотные стороны. И еще одна форма тоже на одном листе, и оборотная, и лицевая. Которая последняя, которая сейчас у меня здесь есть. Ну, это так, они сняли форму, я что сделаю, это же они мне делали. А как тебе удалось-то их заставить оригиналы выкатить? А как? Они мне говорят, вот подпишите, я же запрос сделала на форму 1. Форму 1 советского, вот ту советскую, которую паспорт получала. И все формы 1П. Я требовала оригиналу. Они говорят, мы вам не отдадим. Вы же знаете, что не отдадим. Я говорю, ну, копии давайте заверенные. А копии они принесли, когда принесла, она говорит, распишитесь, что вы получили копии. Я говорю, не получится. Оригиналы несите, я не знаю, что вы мне тут нарисовали. Ну, мы же их оттуда сняли. Я говорю, я не видела, вы без меня их снимали. Принесли. Я же должна сравнить с оригиналом. А то распишитесь, что вы вам выдали, а что выдали, откуда. А потом выяснилось, что вот они дописки делают после того, как человек расписался. Вот последняя форма, которая лицела и оборотная на одном листе, который в 2009 выдан. Вот посмотри. Ты же видишь, вот после чего они дописали. В РФ с 85-го года. Я говорю, это кто писал? Вот этого не было. Это они ручкой потом дописали, когда уже, наверное, я расписалась, получила. Потому что я бы это увидела. С 85-го года в РФ. Вот где пункт гражданства, они вот это вписали. Подожди, это которая? Это которая в темной кофточке. Там лицевая и оборотная тоже на одном листе. Нигде две фотографии, а где одна? Только не в белой, а в темной. Последняя, которая. А, вот вижу, да. Вот, видишь, в РФ с 85-го года. Это гражданство они мне там написали. Там пункт восьмой. Вот в самой первой же написанной вещь, что они написали, не состоял. Это они напечатали уже без меня. Я-то, они же раньше печатали. Я еще помню, за это был спор. Когда они начали, я писала там СССР, они говорят, не пишите. Я говорю, почему? Они говорят, потому что там надо указывать только, если вы в иностранном гражданстве состояли. Я говорю, в каком смысле? Они говорят, ну там Германия, США или что-то такое. Вы же там не состояли. Я говорю, там нет. И вот они мне все-таки переделали. Я написала тогда. От руки мы заполняли. А они машиной уже, это я хорошо помню. Вот это вот заполняли мы этим. Текст печатный. И вот они все-таки написали, не состоял. А во всех остальных уже вообще нет гражданства. В последнем. Вот они ручкой дописали. В РФ с 85-го года. Я говорю, кто это сделал? Молчат. Я говорю, зачем вы дописали потом? То есть, вы подделкой занимаетесь? Подписи вы помогаете? А кто это писал? Да дело в том, что... Я говорю, как вы с 85-го года, как вы мне могли дать российское гражданство, если я вообще только в 86-м году приехала с Казахской ССР сюда, в Северскую? Вы что, меня тут год ждали, что ли, готовили гражданство? Я чуть не пойму. Ты же видишь, прописка с 87-го там. Но они, видать, лоханули сами, написали от балды. А теперь, видишь, как выясняется. И не сознаются, кто это дописал. Я говорю, ищите мне этого товарища по подписям. Расшифровок-то нет? А у тебя есть форма 1П, копия, где отсутствует данная надпись? А во всех отсутствует. Это они только в последней, которая сейчас на руках паспорт. Вот последний паспорт 45 лет меняла, вот только туда внесли, а в остальных вообще ничего нет, пустые строки с графа этого гражданства. Не поняла. У тебя вот этот документ, где вписана, то есть, третья форма 1П, где вписали вот эту фразу в РФ с 85-го года, у тебя, ты когда изначально… То есть, у тебя есть доказательство, что раньше этой надписи не было, а сейчас она появилась? У тебя предыдущая копия есть этой формы? А кто, подожди, мы же тогда не знали, что они тут лохотроном занимаются. Вообще, вот надо как бы людям говорить, кто сейчас получает, да, то есть, сразу брать, вот получил паспорт, да, или там подписал, и сразу требовать копию, или писать заявление, чтобы сразу копию снимали заверенную, чтобы не было вот этих приписок. Нет, этого не было, это же видно, что ручкой дописано, я бы это не подписала, я со школы всегда внимательно читаю, что я подписываю. Вот здесь, конечно, не думали же, что нас обманывают, вот это бы я точно ручкой заметила, это бы я не подписала, это после моей подписи они написали, это точно этого не было. Они даже вот ручкой написали тут эту, короче, аферисты. Ну смотри, хоть заверили более-менее нормально, копия верна, тут фамилию написали, собственно, ручно. Да, а еще по ней не заверили. Ну это начальница наша паспортного, Ирина Анатольевна. Да я ж ей так мозг вынесла, что теперь она со мной дружит. Вот смотри, да, да, она же мне по волеизъявлению с регистрации-то этот, снятия дня. А потом говорит, ну может заявление напишите, Наталья, я говорю, не-не-не, волеизъявление принимайте. А волеизъявление-то читала там этот. Вот, я сначала пришла и говорю, хочу с регистрации снять. Что, налоги платить не хотите? Я говорю, ничего не хочу. Ну, короче, что, говорю, нужно для этого? На кого и на чего? Ни на кого, ни на чего не писать шапку. Просто приходите, пишите заявление, вам тут же снимают. Хорошо. Пришла, волеизъявление написала и притащила. У них там ступор. А может заявление, я говорю, нет, давайте вот это возьмете. А там я прописала как? Снятие с регистрации, вот видишь, там у них подчеркнуто, вместо, не жительство подчеркнуто, а пребывание. И вот этот адрес, ты вот на любой форме посмотри, прям подчеркнуто, пребывание, капслоком написано все, кроме дома и квартиры. Ну, это я зачеркнула, а то еще кто-нибудь приедет в гости. Вот. Место пребывания, это вот как раз вымышленные, эти, несуществующие фиктивные адреса на континентальном шельфе, ну, как в виртуальном государстве. Вот, я спешу снять, это вот юрлицы, это фирмы иностранные, вот эти паспорта, это иностранные фирмы, это суденушки одноместные, где ты там и капитан, и пассажир. Это я видела ельцинский указ, тогда не поняла, про что он, а сейчас я его найти не могу. Вот. Вот эти вот, и я написала, что снять с регистрации все фирмы, персоны, корпорации, дорожные билеты. В месте пребывания с континентального шельфа, вот, ну, прописала, написала номер фирмы, номер паспорта, дата регистрации фирмы, дата выдачи, и вот это все написала. А потом я там, как этот, про континент, ну, что на континенте, и у меня место жительства указало правильный адрес. И так этот, не захотели, ну, давайте вы напишите, а у вас тут подписи нет, я говорю, все, там есть, вот это берите. Ну, чуть-чуть поэтовались, но взяли. Еще три раза спросила, точно снимаемся? Я говорю, я ниоткуда не снимаюсь, я вот это вот снимаю. Вот, ваши фирмы. А куда, говорит, а, еще спрашивает, я не смогу вернуть вас в СССР. Я говорю, а где я написала, что я в СССР возвращаюсь? У меня компьютер программа не даст. Там видно, да, программа не дает написать, даже если захочет, там, СССР или какую-то это, не даст. Ну, сейчас не требует, чтобы ты предоставил, куда ты выбываешь, там, не обязательно. Ну, все, сняли. Теперь у меня другой этот, хочу теперь. Вот эти формы 1П, это, получается, эти учредительные документы. То есть, это РФ, вот с помощью вот этих мошенников, МВДшек, создали вот эти персоны корпорации в этой, в иностранной юрисдикции. Ну, они же иностранцы, не инагенты. Нас принудительно с помощью угроз и шантажа сделали соучредителями. Сперли учредительные документы. Теперь я хочу закрыть соучредительство, ну, чтобы они мне вернули учредительные документы вот эти. Ну, и доход. А я им уже писала, там, 70 миллионов в год от оборота одной формы 1П и заявление оценила в 70 миллионов. Ну, пусть либо половину мне дают, как соучредителю. Ну, а если нет денег, пусть все долги оплатят. Вот, как-то так. И учредительные документы вернут. У них, кстати, в регламенте, вот сейчас смотрела, да, они по 851 регламенту обязаны, если ты хочешь забрать форму 1П, по приему акта передачи отдать тебе на ответственное хранение. Вот чего я сейчас пойду у них требовать. Раз они вовремя не дали, сейчас пойду заберу оригинал. А учредительные документы какие ты имеешь в виду? Форма 1П. Только вот эти три формы 1П, да? Ну, у некоторых же много паспорта менялись, у кого-то один. Ну, я имею в виду, что это учредительные документы считаются. Неважно, одна у тебя форма, две, три. Почему говорю соучредительные? Вот у меня одна знакомая здесь рядом живет, да, ну, в соседнем поселке. А у него ИП. И вот, когда начала налог, ну, ИПшное оформлять, как вот соучредительство это вылезло, она написала. Эту декларацию ИПшек подала, как соучредитель. Вот, указала, что генеральный учредитель, как его, имитент, профессионал на рынке ценных бумаг, вот тут, наш МВД, она тут в нашем районе. И в результате ей налог пришел на ИП. Сначала говорили, не пройдет, потом налога говорит, ой, вам одобрили. И получилось, у них 12,5, ей пришел 2,500, ну, а 10, я так понимаю, генеральному учредителю ушли налог. То есть, соучредительство действует, поэтому я его хочу закрыть. Ну, чтобы уже сами ответчики на эти учредители, что они там научреждали, пусть они платят все, долги все погашают. Кто второй соучредитель? Я же говорю, эта женщина знакомая, ИП у нее, ну, она как индивидуальный предприниматель, нужно было налоговую декларацию заполнять. И она попробовала, вот тоже разобралась, она говорит, как соучредитель. Но мы же их не просили учреждать, вот эти персоны, правильно? Они нас принудили стать соучредителями. Ну, вот она и указала, кто генеральный учредитель. В результате действительно налог пришел всего 2,500, а остальное им отнесли, я так понимаю. Так кого она указала? Подожди, Наташ. Генеральный учредителя указала наш районный МВД, он ей паспорт выдавал. Вот, 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 районный МВД, я просто не расслышал. Нет, наши районы, я же говорю, наши МВД, которые, она тоже у нас в районе, районы наши МВД. Ну, так же и у себя можете делать. А смотри, а форма же 1П заполняется на основании там либо свидетельства о рождении, либо предыдущий там паспорт СССР. Это же, по идее, тоже учредительные документы? Да. Но у них, я вот почему говорю, что нужно иногда вот этой маской СССР пользоваться, не иногда, а вот в РФ конкретно нужно. Пока вот эти живые, они здесь их не будут признавать, это бог с ним, это отдельно. Живые мы всегда были и есть. Но вот единственное, что маска СССР для РФ недоступна, неподсудна, неприкосновена, вот в чем. И это действительно так. Ну, вот сколько я там уже везде лазью. Они так и реагируют. СССРовскую маску, они вообще вот, она к ним недоступна никак. Поэтому иногда можно применять гражданина СССР. А ты СССРовскую маску как применяешь? У тебя паспорт СССР есть? Нет, я просто пишу данные паспорта и все СССР. Он же у меня вписан в РФовском. А я написала это, прям вот заявление еще когда, отправила в Панфилово, в местный КИК, в суд, в прокуратуру и в МВД, здесь под печать издавала. Что сотрудники полиции с помощью угроз и шантажа, изъяли у меня все, ну, украли все документы. У них есть регламент, они должны изъяты незаконно, похищены, найдены, занести в журнал учета у них есть. У них там новый, ну, регламент, вот его даже поправочка в этом году есть. И нельзя им пользоваться. А если владелец пришел, требует, они должны отдать. Почему я хочу у них забрать вот эти оригиналы формы 1П и вот это даже пусть испорченный паспорт СССР просто забрать. Мне так хочется. И у них есть регламенты. Вот, они там что-то мутят. У нас в журнале не записано. Я говорю, а вам тут запрещено пользоваться. А вы, значит, пользуетесь. А как вы, как они мне сказали, а как вы решили ли, докажете, что мы пользуемся, с чего это вы взяли? Я говорю, а с того. Кто-то договора от меня заключает там с ЖГХ. Какие-то кредитные эти заключаете. Вот, говорю, будете сейчас отвечать. Я на вас все долги поверю. Подожди, а как ты узнала, что заключается договора? Ну, потому что я брала, когда выписки с банковских этих, карты закрывала, а там большие суммы ходили по этому, ну, разведела выписки. Пошла же в Сбербанк. Говорю, а вот это что за суммы, кто их перечислял? А там, например, капнет 120 тысяч в день, и тут же ее кто-то снимает дробно. Ну, перевел тот-то банк, перевел тот-то. Я говорю, а снимал кто? Мы не знаем. Вот запрос сделала, до сих пор ответа нет, кто снял эти деньги. Ну, то есть теперь надо ФСБ писать, пусть шарятся. Я единственное, что сделала, Сбербанк написала заявление, что по 115 ФСБ о спонсировании терроризма теперь вся ответственность лежит на вас, потому что действительно ФСБ лазят по счетам и в любой момент могут прицепиться. Вы даже не знаете, какие там суммы ходят. Это надо брать выписки. Вот, а я даже и не знала о таких суммах, и там очень много таких сумм. Кто их переводит? Они, конечно, они же генеральные учреждения. Причем они мне даже и ответ дали, что вот данные мы ваши нигде не используем, не передаем, кроме как платежную систему МИР. Прямо ответ письменный у меня. Так как платежная система МИР – это ведомственный сегмент МВД. Понятно? Они имитенты, они профессионалы на рынке ценных бумаг. Они вот создали эти ценные бумаги, нам сучили, должниками нас сделали, заставив подписаться. И вот они там проворачивают все махинации. И получается вот эти все задержания по маскам, по 19.3, любые задержания. Получается, вот эти все протоколы, вот эти все, ну, я считаю, что надуманный масочный режим, они все созданы только лишь для того, чтобы любого можно было оштрафовать за отсутствие маски. Или там неправильно одета, да, или там, не знаю, там, пройдемте с нами, надо проверить там. То есть, пытается, ну, дышишь неправильно, скоро, наверное, до этого дойдет, чтобы лишь бы вот эти бумажки штопать и лишь бы вот эти денежные средства в оборот брать. Логично? Да. А почему логично? Это так и есть. Я просто много регламентов посмотрела всяких. И не понимала, почему у них всегда документы оборот и дело производства. Понимаешь смысл слов? Документы оборот и дело производства. Вот на самом деле эти приставы, почему никто их не может найти, где они числятся, ну, как, не созданы, это понятно. Они все сидят в одном здании с всиновцами. Ну, всиновцы тоже не созданы. И они являются службой исполнения наказаний, которых мы называем приставами. Тебе это что-то говорит, что такое служба исполнения наказаний? Ну, это вертухаи, которые зону охраняют. В советское время они были краснопогонники, внутренние войска. Вот эти приставы, я нашла регламент, оказывается, вот эти все протоколы административные, они проходят у них, как будто ты условно-досрочно освободился и вот знаешь, как там к участковому ходишь, ну, кто там освобождается условно, отмечаться. И какие-то там правонарушения. Им нужно создание вот этих ценных бумаг. У них же денег-то нет, надо же как-то им жить. Вот эти протоколы составляются всякие. Причем судебные решения я видела, где четко прописано, перечислить на расчетный счет ОМВД Северского района. Ну, то есть по маскам, вот эти протоколы, прям конкретно судебные решения указывались, что на расчетный счет ОМВД сразу, на зарплату. Вот что такое протоколы. Я думаю, что они не только, ну, то есть бибарики собирают, но они еще из этого векселя делают и отправляют на эти, на всякие биржи. На бирже-то понятно, оно торгуется. А векселя как? Векселя-то векселя. Им надо где? Вот эти билеты Банка России, вот если бы все посмотрели. Ну, там многое законодательства за это время изучила. Просто сейчас я уже их в пазлы складываю просто. Вот билеты Банка России – это долговые расписки перед гражданами СССР. Почему в счетах до сих пор 810 и сейчас они еще 643? Вот эти керенки временных, они отстирывают. Вот эти у нас в кошельках лежат керенки временных, вот если так брать деньги эти. Вот так называемые. Они вот, почему и курс, вот Госбанк СССР, он же Банк России, вот публикует курсы валют. Это и сейчас, вот почему два счета идет, что 40, 43 и 810, они делают взаимозачет. Ну, разница-то в чем? Вот эти билеты Банка России, как они, 97-го года, да? А в 98-м якобы динаминация была, а деньги-то напечатаны в 97-м. Ну, на них написано модификация, ну, тоже странно, 4-й, 5-й и 10-й год модифицированные. А что такое модификация? Видоизменения. То есть зрительно они убрали три нуля, а номинал купюры остался прежний, с тремя нулями. Теперь понятно, да, что такое это? Вот почему они там, а люди же бегают к конвертации. Да нет там никакой конвертации, взаимозачет. Просто нам они выдают, как вот на купюре нету трех нулей лишних. И один к одному. Ну, а по счетам проходит с тремя нулями. Чек тебе скину, как я оплачивала этот. Это я оплачивала, как я увидела, оплачивала госпошлину в ЗАГС. И в чеке сначала не поняла, при чем здесь гражданство 643. Думаю, вроде там это к валюте относится, это гражданство. Ну, оплатила, оплатила. Ну, правда, я его только сфоткала, не копию сделала. И там четко написано, 200 принято, ни рублей, ни коп, нет пометки. 200 прошло, ну как, принято к оплате. И внизу оплата на английском языке уже 20 тысяч прошла оплата. Тоже и документ номер, сначала номер ноль документа, и документ номер один. Ну, нулевой, я так понимаю, это паспорт РФ, а документ номер один, это который в этом, как этот, ГОСТ, стандарт, по-моему, там же в первом, первый документ писается, что паспорт СССР. То есть, одна персона создана, другую обслуживать. Ну, как тебе сказать, вот этот РФовский паспорт, он как брап у советского паспорта, он на него работает. Ну, а получается, и этот работает, и того обворовывает. Ну, вот как-то так, со своими словами. Так, а что там ты рассказывала, что у тебя там чуть ли не охрана, да, выделяется, полицейская? Да, да что выделяется, ну, вот это, я так говорю, шучу, ментам прихожу, я же тебе говорю, у нас народ, вот, никуда не ходит, да, а в летние, вот, как, я называю, компания BBC, баба-баби сказала. Вот они никуда не ходят, там, сутали, там, суток. Такого я еще не слышал. Компанию BBC, как это? Знаменитая компания. Вот. И говорит, ой, у нас там к приставам не пройдешь, они чуть ли там не с оружием выталкивают, никого не пускают. Я говорю, как, у них вторник, четверг, приемные дни. Вот таких страстей нагнали, что я даже сосомневалась. Они, как бы, знаешь, через дорогу от ментов сидят и мимо все равно идти. Я зашла к этот, подошла к замначальнику и говорю, мне нужна охрана. Ну, я уже как бы отрирую шутку. Зачем? Я говорю, к фашалам хочу сходить. О, мы с ними не общаемся. Я говорю, так по этому охрану прошу. Ну, возьми. Сказал кого? Ну, я же, я говорю, я так уже и позвонила, чтобы меня сопроводили, попрекалась. Не, ну, сходили со мной они. А там никаких этих нету. Во вторник, в четверг двери нараспашку. Даже никто не сидит на входе. Вот, представляешь, как народ у нас, не зная, не убеждаясь, вот такие страсти нагоняют, что и так люди не знают, как там с ними взаимодействовать. Теперь еще идти боятся. А там свободно, заходи в любой кабинет, кто тебе нужен. Вот я уже трижды ходила, уже спокойно. Думаю, вот, представляешь, как надо этот, мозги застирать народу. Никто там никого не задерживает, никто там никого ничего не спрашивает. Приемные часы, пожалуйста, заходи. Ну, вот она говорила, что мне пришлось заранее охрану взять. А пенсионам там просто мы туда вызываем. Получается, как? Я говорю, я буду вас вызывать, потому что там пенсионы у нас, он рукоприкладством занимается. Вот еще ни разу не было, чтобы они не стали драться, так скажем. Причем бьют совсем не тех людей, которые пришли с нами. И посторонних. Ну, они думают, что мы все вместе. Серьезно. Причем люди просто в очереди там как-то стоят, видать, рядышком получается. И получают они. Ну, вот. Поэтому приходится туда вызывать. Ну, там тогда, когда сама начальница, вот даже видео есть у этого. У Андреева, инспектор Андреева, он там приезжал. Сама начальница девочку побила, которая с мамой пришла. И там, получилось, и они вызвали, и мы, и там полотдела приехала. Я сама обалдела. Я просто не видела, пока спустилась в один кабинет. Смотрю, там уже, я говорю, что случилось? Подрались. Я говорю, вообще нормально. Вообще нормально. Вот, там у нас до сих пор война с пенсионным. Вот, когда мы последний раз, вот у меня там ролик есть, когда мы выплатные дела требовали. Они уже начали руки распускать. Я вызвала полицию, они, правда, резко, ребята, приехали. Так они что сделали? Они нас там закрыли в пенсионном, что и в заложники взяли вместе с полицейскими. Я говорю, вообще нормальные люди. И пришлось это, ребята хотели уехать. Я говорю, нет, ребят, вы видите, что здесь делается? Вы будете здесь до тех пор, пока мы отсюда не выйдем в целости и сохранности. И они стояли, ждали. Потом, говорит, Наталья, ну все, мы можем ехать. Я говорю, ну вот мы выходим на улицу, видите, целые, все, можете ехать. Они, в принципе, с происшествия и не уезжают, пока мы их... Если мы говорим, что они нам еще нужны, они не уезжают. Ну, как ты сказать, я с ними нормально уже общаюсь. И они со мной нормально общаются. Сколько уже можно... Я с ними 4 года там. Первое время там война, знаешь, какая была? Там тоже руки распускали. А ты же не в самом Краснодаре, да, где-то рядом? Ну, я живу, как тебе сказать, вот это федеральная трасса Краснодар-Новороссийск. Это 30 километров от Краснодара в сторону Новороссийска. Ну, это районный центр, он прям вот на федеральной трассе останется, да. Ну, тут 20 минут до Краснодара ехать. У тебя сейчас какая ситуация? Паспорт РФ на руках, да? Ну, он заявлен, что он украден ментами. А я же хожу, когда туда нашли, они говорят, Наташа, а кто украл? Ну, я говорю, сотрудники ваши, а фамилия? Я говорю, они представлялись, не знаю. Может, вообще, говорю, ряжные были. Не установлены лица, да? Да, это пусть они ищут мне. Они знают, что он у меня на руках, но я-то долблю на что, потому что их 615 приказ, их, там четко прописано. Вот в этих всех бланках паспортов стоит мастичная круглая печать. Ну, у кого черная, у кого красная. А там в 615 приказе, это инструкция о делопроизводстве, четко написано. Круглая мастичная печать ставится только на копиях документов, снятых с оригинала. Я говорю, а где оригинал? Вот, я говорю, нет. А потом, когда уже на печать указала, они тоже затылки чешут. Я говорю, а как теперь? Где оригинал-то? Копию, фальшивку мне дали, да? Поэтому они говорят, он же у вас на руках, так у меня копия фальшивая. И копия ваша заверена, а оригинала-то нет. Вот, как-то так, я говорю. А что думаешь про то, что мужчина Андрей из Подмосковья сказал, ему прям звонили с ФМС и спрашивали, почему он паспорт не хочет забирать. Он говорит, а я не хочу подпадать под уголовную статью, использование заведомо ложных документов, подложных. Все правильно он сделал и сказал правильно. Все правильно. Там, оказывается, вот я и как бы раньше смотрела, а сейчас вот пока формы делала тебе, и тут тоже кое-то где порылось. И вот смотри, на обороте формы там написано. Вот мы не обращали внимания на обороте, да? Вот написано. Выдан. А основной документ... Я не знаю, может они где-то еще заполняют? Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, за пределами Российской Федерации. Тут вот есть номера, дата. А они ставят, может они где-то в электронной базе вписывают? А так как мы, это я уже узнавала, это они подтверждают, что все, кто родился на территории какой-то республики, одной из 15, мы все здесь иностранные граждане. Все, кто родился на территории РСФСР, считаются лицами без гражданства. Поэтому я сейчас им сделаю заявление, ну как волеизъявление отнесу, может быть завтра даже. Чтобы они, во-первых, заявлю удостоверить мою личность и получить удостоверение личности за пределами личности иностранного гражданина. Получается, все, кто пользуется паспортами РФ, являются уголовниками, получается, при признаке преступления. А я сейчас, я же тебе вот и говорила про всиновцев, почему? Потому что все, получается, вот что, когда они, ну захватили, так скажем, страну, им-то дали поуправлять, как вспомогательный трасс для увеличения там амунитетов всяких, ну это уже трассы. А они начали захватывать, и что они сделали, когда уже потом, теперь понятно, Ватикан там и все прочие, да? Они всех нас за измену Родины посадили отбывать наказание. Поэтому у нас везде охрана, везде протокол, везде беспредел. Вот что. И вот это вот, у них проходит все эти, я же почему и говорю, где нашла их регламент, что вот если протокол, то это ты как условно досрочно освобожден и накосячил. Есть, которые эти, там, ну амнистии я там не видела у них. Это у них игра такая, виртуальная. А почему на зоне вот это, Ватикан-то не зря выставляет эту, как ее? О, не претензия, как требование. Что вы незаконно удерживаете мое имущество, домашний двуногий говорящий скот. Это он советской стороне так выставляет. Они, потому что... Это где? Ватикан. Это где, в каком документе? Да скину я тебе, если сохранила. Ну, они там этот. И, короче, если вот так все это оглядеть, ну так и есть. А почему этот сдались в плен? А вот он бессмертный полк. И мы же не зря вот это придумали. Пять лет война была, пять лет полк водили. Не зря и форму советского образца военных лет пошили, от мала до велика одели. А ходили-то эти при***и с Георгиевской колорадской лентой по триколорам. А спутники отследили. Вся страна выходила на бессмертный полк. Так он там еще и указывает. Они мало того, что сами сдались в плен. Как он, подожди, как он там пишет? Граждане СССР не захотели быть потомками своих дедов-победителей. Стали изменниками-предателями и сдались в плен. Мало того, что сами сдались, еще и сдали своих дедов. Ну, это портреты, я так понимаю, цифровные несли. И своих даже этих поздавали в плен. Вот, пожалуйста. Так и что, получается, шествие военнопленных, что ли? Конечно. Я и говорила людям, вы, при***ки, зачем форму одеваете? Вот в советское время нельзя было, если ты не служил нигде, тебе нельзя было одевать форму вообще. Почему у нас вот эти ансамбли, песни, пляски, они все под погонами были? Если снимали фильмы, у них все равно реквизиты были, они чуть-чуть не соответствовали. А здесь эти при***ки от мала до велика даже детей в коляске одевали. Я говорила, куда прететься. Ну, вот как-то так. И пять лет был полк. Больше уже так конкретно они не водят. Они же рекламу делали. А это уже сами люди собирают. А ты же, видишь, вот конкретно уже такие, как вот всегда, вот, бессмертный полк, все идут. Сейчас уже никто не ходит. Зачем? Получается, ты персону тоже, да, сняла с регистрации? Да. Ну, не я сняла, а персону сняла. Но они там, у них как-то тоже получают. Потому что она говорит, вы выписаться хотите? Я говорю, я лично? Нет. Я персоны тут снимаю пока. А как вы можете выписать? У вас полномочий нет. Поулыбалась. Проверка, проверка у них. Я точно еще не знаю, что они там уйдут. Дело в том, что все, кто даже просто вот по какой-то причине снимался с регистрации, им давали вот такую эту, ну, временное удостоверение, например. И там четко написано, граждане СССР, что с регистрации сняты. Прям я видела, говорю, подожди, а что это такое? Вот прям много я таких видела. Ну, или временная регистрация у них, вот когда ставят, там уже совсем другие записи идут. У них сразу почему-то граждане СССР всплывают. И вот один парень, который, ну, как он, они сейчас листки убытия не заполняют. Я требовала. Нет, у нас регламента нет. Я говорю, ответственности боитесь. А он в сентябре прошлого года снимался, это где-то он живет. Ну, у меня телефон его есть, если что, можешь пообщаться. Ну, как, спрошу его. И он, говорит, что удивился, когда поставили ему этот штамп, листок убытия. А у него там всплыл адрес в Белоруссии, где он еще у матери был в советское время прописан. Когда он с регистрации в РФ снялся, у него всплыл адрес прописки советский. И вот здесь мы тоже это обнаруживали у людей. Ну, кто по какой-то причине снимался с регистрации, на временную регистрацию становился. Ну, который вообще вот ни в какой теме. И вот у них то же самое. Появляются граждане СССР и прописка советская почему-то. Ну, как и у Андрея. Он отказался получать третий паспорт РФ из-за того, что он поддельный. И у него после этого выяснилось, что паспорт первичный, СССР, с кем он стал действительным. А потому что заявительное право три раза нужно заявить один и тот же. Одно вот, ну, твое желание, ну, как скажем, да, или хотение какое-то. Все правильно, три раза заявляешь и все. Или три раза им отказываешь. Они уже не могут дальше. Ну, он говорит, ему звонили, писали. То есть, придите, заберите. Он отказывался, отказывался. И в итоге в банке случайно выяснилось, что паспорт СССР действительно... Ну, мне-то они не дают. Вот год я как заявила, да, я говорю, дайте мне другой. А у меня другой случай еще. У меня же вот этот, выданный у ФМС. Но есть 56-й ФЗ ихний. Я это указала им. Там четко прописано. Так как в 16-м году ликвидирована служба, миграционная служба ликвидированная, то все документы, выданные миграционной службой, были действительны до 31 декабря 2017 года. То есть, с 1 января 2018 года, то, что у меня на руках, вот эта копия ихня заверена, она недействительная. Я им это указываю постоянно. Они уже когда ФЗ увидели, о, это же ФЗ. Я говорю, так вас же ФЗ. Я вам и говорю. Наталья, ну мы же тебе советский не дадим. Это начальство говорит. Я говорю, а я у вас какой прошу? Я знаю, что вы не дадите. У вас полномочий нет. Я говорю, они говорят, вот точно такой, только от МВД. Я говорю, так я вам об этом и говорю, что мне нужно такой не от УФМС, миграционной службы, а от МВД. Короче, пишите, дают мне госпошлину и дают квитанцию на штраф. Я говорю, а штраф за что? За то, что вы тут лоханулись, я вам штраф, я говорю, даже госпошлину платить не буду. Почему? Я говорю, 210 ФЗ в администрацию, пожалуйста. Ну хорошо, приносите. Ну, госпошлина, я говорю, ладно, 300 рублей я вам еще заплачу, может. А вот этот штраф, а как они людей на штрафы разводят по паспортам? В курсе, что они делают? Ну, народ рассказывает, да. А что рассказывает? Народ у нас, я просто так попала, когда две девочки и один парень был, ну, когда мы ходили снимать подружку с регистрации, и попалась. Они мне говорят, то есть, там даже нет ни просрочки получения паспорта, ни утери, просто они приносят, ну, как, сдают прежний, ну, кто не знает, получать. Они их отправляют к участковому. Я думаю, а зачем участковый? Чтобы паспорт поменять, зачем участковый нужен? И я в дежурке сидела, и этот, ну, с этому парню мы начали помогать заполнять, он инвалид, там на видео есть чуть-чуть. Я говорю, ну, давай я тебе помогу. И пришли две девочки. Ой, нам нужен участковый. А они говорят, зачем? Нас отправили, нам нужно паспорта поменять, вот, по возрасту. Ну, там, видать, этот, 20 лет или сколько там, 25, не знаю. И 25, да. А нам сказали, без участкового нельзя, он должен что-то написать. Я прям прислушалась. А когда вот этот Юра мне рассказал, он говорит, меня послали к участковому, сказали, он бумажку напишет, и тогда придете к нам. А участковый написал протокол, штраф за утрату там, или порчу две тысячи. Понял, что они делают? Я когда вот этот рассказал, тут девочки пришли, выходит наш участковый, ну, с нашего участка, и смотрит. Я девочкам говорю, девчонки, вы зачем претесь? Идите, получайте. Ничего не надо от участкового требовать. Ну, просить тоже ничего не надо. Я говорю, вот только попробуй написать. Уголовщина сейчас будет. Ну, а что, он встал и стоит, он писать не стал. А девочки говорят, да пишите уже, нам надо паспорта получить. Ну, я говорю, идите. Могли бы мне 4 тысячи подарить. Вам бы паспорта выдали. Ну, сами напросились, и тогда он сел писать. А так он не это. То есть, все они прекрасно знают, как они дурят людей. Я говорю, нет, я сейчас у вас штраф еще возьму. Я хожу тут у вас с недействительными этими. И получается, что... А я везде, что, где-то оформляю, да, например, вот как в пенсионам. Я написала, похищен, украден, заявлено там-то. У меня же все с печатями. Я заявила. Говорю, так что мошеннических действий ко мне вы никак не привяжете. Ни в получении идей, ни в чем. Так что, как-то так и делаю. Ну, а у тебя есть цель получить этот старый паспорт СССР, который у тебя изъяли, незаконный? Конечно. Я же сейчас вот говорю, сижу, пишу этот. Во-первых, нужно заявить, установить личность. Вот образец у меня уже есть. Вот сейчас распечатаю. Свою. Свою. Потому что РФ – это иностранное это. Мы, получается, ходим тут. А, вот получается, по этим документам, что мы... Когда вот эти паспорта сдали, вот этот РФ-овский паспорт, вот ГОСТ я тебе там прислала на электронную почту, вот ты его изучишь и посмотришь, это дорожный билет. То есть мы, когда эти советские паспорта у нас изымали, нам же обманным путем, мы их сдали, взяли этот дорожный билет, и получается, что мы поехали на континентальный шельф на работу, то есть как умалишенные там. И вот нам диагноз. Вот это гражданство РФ – это диагноз. Это диагноз. Действительно так и есть. Почему они потом на работу начали? Они же все ИО, исполняющие вот в любой службе, они все ИО. И тоже там же замещают, как будто государственные должности. Поэтому у нас и написано место пребывания, а не место жительства. А адреса вымышленные, то к обслокам, то улице, то кверх ногами они пишут адреса. Вот этот перевернутый адрес и дополнительные индексы, вот эти резервные, ну, которые не те, которые были, они же поменяли. Это колониальные штаты США, это все континентальный шельф, это резервация, санитарная округа, и вот этот дорожный билет, по которому мы перемещаемся между санитарными округами. Подожди, подожди. Я тебя сейчас слушаю, у меня прям это, я не знаю, прям волосы дымом встают. Получается, мы все живем на ограниченной территории, которая, по сути, является дурдомом строгого режима, и паспорт – это справка недееспособности и подтверждение того, что ты являешься уголовником. Да. Да, да, да. Поэтому штрафы, беспределы. А так как у них сейчас база полетела, ну, налоговые несуществующие, ну, у них РФ же закончена, вот эти, они по беспределу, у них базы пляшут, они все по электронке делают, электро, ну, как электронные документы, оборот. И они сами жалуются, у них вот, например, в налоговой база прыгает, те, кто, например, ранее закрывал ИП, они у них выскакивают с долгами, а те, кто есть в долгах, они вообще исчезают. И вот у них каждый день постоянно вот эти прыжки, ну, это там работники налоговые жалуются, говорят, там вообще дурдом. И так вот во всех. То есть у них вот там пошел уже сбой такой, что сами не знают, что. И поэтому вот так и возбуждение исполнительных они делают. говорят, что у них вылезло в электронке. А там даже решений судов нет, а они же что делают, постановление на А4 выписал тебе, разослал уже и взыскивают. А люди боятся идти куда-то что-то спрашивать. Объясняю, почему я говорю, даже вот эти методические рекомендации нашла и приставам показала. А там весь уголовный кодек перечислен в отношении их, самих же этих приставов. Я говорю, вот это вы вам показывали, а там с подписями. Народ не хочет вообще ни в чё этот. А требовать надо идти исполнительный лист. Это не одно и то же с постановлением. То есть исполнительный это ну либо решение суда, либо судебный приказ, заверенный надлежащим образом. То есть там четыре печати ставятся. Печать с указанием адреса места хранения оригинала. Вот пошли мы сейчас. Выясняется, у них решений нет таких, исполнительных нет. А я говорю, а как нету? А не знаю. Вы их видели? Ну, наверное. А подождите, а как вы постановление-то о возбуждении выносили? Молчат. Вот как-то так. Ну, мы запросили, подождите, вы исполнительное возбудили? Да, вот у человека год там что-то списывают? А вы исполнительного не видели? Ни копии сняты с оригинала? Ну, оригинала они нет, не хранятся в суде очень долго. Так копий-то нет. А вот эти А4 бумажки ничего не значащие. И людей дербанят, а все на заднице сидят. Не знаю, почему. Либо боятся связываться, либо еще что. Но потребовать никто не хочет. Ну, видишь, ее тут сращают, что там якобы не пускают никого в этих приставах. Не знаю, как еще народу говорить что-то. То есть, вот такие эти пирожки. Но она даже проговорилась как-то, знаешь, точно не это. Это, как я сказала, то, что всех тут страну как в зону превратили, а вы тут вертухаи наказываете. И вот сказала за вот эти административки. Это, говорю, как условно-досрочные. Она там проболталась. Ну, да, потом, видать, между делом опомнилась, что уже как-то не в своем круге, что разговаривает. Попалась она все-таки там. Я съемку не вела, а надо было. Вот у них такие эти идут. Белопроизводство. Так о чем она проговорилась? Не понял. Ну, что да, вот мы на зоне, что это административные наказания. Это есть как... Вот регламент, я поищу, я его где-то скачивала, что там написано. Административные наказания, это вот если... Ну, что они нам выписывают тут? Ну, по протоколам разным. Это ты как условно-досрочно освободившийся, и здесь что-то там где-то по мелкому нахулиганил. Не, ну, так-то логично. Если ты получил паспорт, в котором 21 нарушение законодательства РФ. Ну, да. Ты, получается, уже подпадаешь под уголовную статью. Есть признаки состава преступления по уголовной статье, использование заведомо подложного документа. Вот. Вот. Все правильно. Видишь, как они, пазлики складываются? Все правильно. Поэтому вы... И когда вот что-то им говоришь, они говорят, ну, вы же сами добровольно подписали. А то, что принуждают, нифига, да, начинают. Как немец, и говорит, а что вы говорите, что с помощью угроз и шантажа изъяли у вас советский паспорт? Я говорю, а нет разве? Да, с помощью угроз и шантажа вооруженные люди в форме милиции тогда были. Именно изымали. Что прям насильно? Я говорю, да, да. Вы мне говорили, на работу ты не устроишься, денег ты не получишь. У меня ребенок маленький был. Вы просто меня принудили. Вот именно с помощью угроз и шантажа. Я им так и написала. Вы же сами подписали. Я говорю, да, сама пришла и прям писала и просила, возьмите, пожалуйста, да, дайте мне диагноз умалишенного. Тут в пенсионном, там, у них тоже двойная бухгалтерия. Выясняется там все. Они, оказывается, советскую пенсию начисляют. Это в выплатном. В пенсионном у них чуть-чуть другая лажа. Тоже прослеживается. Там что-то еще с 91-го года. То ли мы еще как работающие, но у нас незаконно же вот эти предприятия развалили. Надо еще потребовать выплату зарплатам в Минтруде. Нас же никто не увольнял. Они же наши фабрики, заводы разрушили. Они имели права нас уволить. Мы-то в Советском Союзе устроены. Хорошо, чем? Пользуешься, что ли, чем? Да, чем ты пользуешься? Тебе же надо на почту ходить, получать в суды, в прокуратуру, в МВД. Я не хожу. В прокуратуру, МВД, во все организации. У меня никто не требует документов. Я просто хожу. У меня ничем я не пользуюсь. А почту мне просто отдают. Ты что, как это, типа, королева Елизавета, везде без документов ходишь? А потому, что заказные письма, они не имеют права требовать. Они их просто должны, это же не ценно, они должны их просто отдавать по их регламенту. Даже вот это извещение, форма 22, оказывается, уже почту штрафовали, нашу прям, ну, Краевскнодарский край. Штрафовали за то, что у них на этой форме вообще написаны, там, типа, предъявлен паспорт, данные, они говорят, заполняйте еще, знаешь, как требовали. Вы должны расписаться, как в паспорте. Я говорю, да правда, что ли? Говорю, почему это, как в паспорте? А может, я говорю, сейчас бабаюшку вам нарисую? Или чертика? Это моя интеллектуальная собственность, как хочу, так хочу. Нет, вы должны, как в паспорте. Говорю, тогда никак не буду. Ну, тогда полицию вызвала, они объяснили, что эта подпись, как хочет, так расписывается. Потом у них за красную пасту была паника, потом за правильные конверты. И вот теперь у нас там уже война конкретная, они уже не рады, что они с нами связались. Ну, теперь уже полиция сказала, будем разбираться. У них там, говорит, и по АКВЭДу, и по всем, все-таки мы их добили. Теперь административку вызовут туда. У них там лицензию, надо проверить лицензия липовая у них, у почты. Я просто, ну, как, я обязана, не то же обязана, если заказное письмо, ты можешь любой, вот, если водительское у тебя есть, ты можешь показать в руках у себя, так, не записывать, показать, вот, что это я пришел, отдавайте. Единственное, что я пишу, такого-то числа, мне было выдано заказное письмо, я прям пишу, заказное письмо номер, что мне его выдали, ну, чтобы у них там не было этого, а данные я не пишу, я там пишу запрет. И все. А теперь они вообще ничего даже не показывают, они меня уже знают, прокуратура у меня не требует, никогда не требовала документов, просто прохожу, в МВД тоже никто не требует, не знаю, во все организации я просто захожу, даже когда карантин был. Ну, а билеты ты как получаешь, нет, покупаешь? Какие билеты? Ну, и не знаю, там, на автобус, на поезд, на самолет, съездить куда-нибудь. На автобусе здесь, никак, я водителю деньги отдаю, еду. Мы же здесь так ездим. Да, на поезде я два года назад ездила, так заявила-то я год назад, ну, перечислила с какого, а на поезд, а нет, наверное, я брала эти заявления, да, 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 что заявила, а другой мне не дают, и просто с собой взяла там, на таможню. И все, так и ездят. Не знаю, продали, пропустили через границу. Подожди, то есть тебе продали билет, на что, на поезд, без паспорта? на поезд, ну, без паспорта, с вот этим копией заверенной, я же написала, что это недействительный, они же оригинал украли, а сейчас я вообще никак им не пользуюсь, сейчас я, если мне надо куда-то, я достаю профсоюзный билет советский. А его ты как приобрела? Как приобрела, он у меня был с советских времен. Ага. Такой это надзорный орган, между прочим, в советское время был. Там даже конституцию, без него не приятного. Это же профсоюз СССР, теперь надо имущество потребовать, можно забрать у них. Нет, там же у меня и все, и взнос, и все, карточка, все есть, это советский, нигде его не приобретал. Он у меня был. Ну, а что делать людям, которые осознали, что у них вот этот паспорт РФ, он это, медицинская справка-приговоры об уголовной ответственности? Ну, заявлять заявление об установлении личности своей, прикладывать там копии документов, можно советских. Вот я, например, этот профсоюзный приложу, у меня другого нет. Свидетельство о рождении? А там же фотографии нет. Нет, свидетельство о рождении, да. У кого есть загранпаспорта, вот, есть советские. Дело в том, что загранпаспорта, вот, хоть и РФовский, хоть и советский, да, если, как они говорят, срок закончился, срок закончился только для выезда за рубеж. Внутри стороны он действует, как удостоверение личности. У кого-то военные есть, тоже бессрочный документ, удостоверяющий личность. Про заграни, где прописано, что он действует, несмотря на истечение срока? Он, как удостоверение личности, действует внутри страны, бессрочно. Срок установлен для выезда за рубеж, там, пять лет или сколько. Где это прописано? Нормативный правоак. Как в СССР, так и здесь. Удостоверяющим личность, документами является паспорт, загранпаспорт, паспорт моряка, военные билеты, удостоверение прокурора. Всего пять документов. Удостоверяющих личность. Я говорю про истекший срок. Где прописано, что с истекшим сроком он все равно действует? Так и так понятно. Он же загранный, это ты выехать не можешь туда. Внутри страны ты... Ну вот наши ходят с советскими загранпаспортами. Суд пошла, там оттуда аж вытолкнули, как увидели. Сначала начали там, по кредитам она пошла. Говорит, что делать? Я говорю, ты проиграешь в Краснодаре. Кражу заявила, взяла советский загранпаспорт, и все. Они там шарохнулись, переполох был. Все, все, все. И до свидания. Ну, решений вроде нет. А зачем вы будете доказывать? Антон, вот я всем говорю, никогда ничего никому не доказывайте. Вот когда меня что-то просят, я говорю, докажите мне. Вы же хотите? Докажите. Они доказывают, что он не действующий, что еще что-то. Они не докажут вам. Ты знаешь, у нас в Тургуте никто ничего не доказывает, просто руки заламывают в камеру и 10 суток все. Ну, у вас, видишь, в больших городах еще беспределят. У нас здесь сколько их сейчас, состав МВД? Где-то около 500 человек. Ну, 400 с лишним. А мы их за 3 года, я их вот столько уже уведомил письменно. Сначала тоже там они как посмеивались, там типа у виска крутили. А сейчас нет. Они сейчас и копии берут, то, что я приношу, я же запросы делаю, прикладываю. Они прямо интересуются. Они говорят, ничего себе. Раньше боялись такие документы. Сейчас даже сами просят, можно мы копии с ними доберите. Не знаю, у меня нормальный с ним, у нас уже не беспределят, никто маски не требует, не штрафует. Может, где-то там еще лохов, гаишников мы еще рейды делаем по трассам. Ну, как, если они там стоят, ну, беспределят когда. Сейчас они уже, у нас нет такого беспредела. Вот это 19.3, кто ее читал, вот из вас, вообще читали эту статью? Конечно. Я им, ментам говорю, вот, и что там, понял. Там гражданам, она не применяется же вообще. Ну да, только должностным лицам. Ну вот, то есть менты друг на друга могут писать, приставы друг на друга исполнительные возбуждать, судить друг друга судить. Четвертый пункт, да, там прописано граждане, но соблюдающий режим, это если ты на зону приедешь куда-то там, ну или машина, да, вот товар привез, или что там, разгружаясь, или на свидание, вот там ты должен подчиняться режиму. Стоп, стоп, так это еще раз подтверждает, что мы на зоне все находимся. Ну это четвертый пункт, ну вот как хочешь понимать, там и так, и так можно. Ну три пункта точно первые. Вот когда я нашим говорю, вот чтобы я больше не слышала, говорю, ребят, вот это беспредел. Они даже, сами ее никто не читает, они не знают своих регламентов, никто не открывает. Они только выполняют устные преступные приказы. Когда им по телефону спускают, я говорю, а как вы знаете, кто вам там, глав к вам звонит, такие указы дает. Я сразу требую письменный приказ от вашего главка, от кого с подписью, с печатью показывать. Нету у нас, ну до свидания. Я начинаю мозг выносить, давайте мне с подписями, с печатями, где написано, где прописано. Один мужчина из интернета вообще посоветовал, говорит, если к вам подходят полицейские, начинают что-то с вами разговаривать, сразу требуйте, доставайте бумагу, ручку и пишите ваши вопросы на бумаге, и будем переписываться именно на бумаге. Потом поставите роспись, и это, чтобы у меня было доказательство бумажное. Я тебе там еще на электронку скинула ответ МВД России, ну не мне, конечно, там четко написано, у каждого полицейского должна быть доверенность. А если почитать внимательно ИФЗ номер 3, там четко написано в первой статье, что они имеют, у них только ЭКВЭД, охрана общественного порядка. То есть, они вообще не могут к нам подходить, чего-то требовать, и у них нет полномочий даже документы проверять. Только охрана и защита ваша. Все. Но они же об этом не знают. Они об этом не знают, им руководство сказало задержать. Все, они идут и задерживаются. Наши уже знают все. Я ж в Москву нашу ухожу. Наши все знают уже об этом. Ты молодец. Ты целую область, целый район на это просветила. Так уже осталось собраться людям, и то не могут. Просто вот собраться, чтобы нас много было. Не, не, бояться что-то. Вот когда это коронавистие началось, эти, как их, пропуска, самоизоляция, у нас там был возле этого, начали жаловаться, таксисты приехали, говорит, Наталья, съездь с нами. Я говорю, что там? Ну, гаишники всех останавливают, пропуска требуют и отправляют в администрацию. Администрация на ключ закрылась с МЧСниками. И когда людей собралось, там около 30 тысяч человек, они вызвали полицию, говорит, тут нарушается общественный порядок. Нормально они сделали? Вот мы, вот. И они попросили, привезли меня туда, короче, я говорю, что здесь за этот беспредел? Там начальство было полицейское. Я говорю, а что это? Вы провоцируете. Я говорю, а не вы провоцируете? Вы зачем их сюда направили, а теперь вызвали полицию? Что это? Вы закрылись, собрали народ. Мы тогда сели на машину, поехали туда к гаишникам. Мы ничего не требуем, никаких пропусков. Вон, смотрите, все ездят. Парень такой сидит, говорит, я только ехал, вы меня сейчас здесь мы тырили, отправили в администрацию. Короче, они на отказку. Мы неделю ходили, ездили по трассам, вот это вот их проверяли, чтобы они не требовали. Они там еще дороги перегораживали, в поселки не пускали. Свои фишки ставили. Еще быстренько их хватали в багажник и дергали. Это, говорит, наша собственность. Я говорю, еще и свои личные фишки эти конусы ставите. И целую неделю я каждый день в отдел ходила. Говорю, дайте мне, пожалуйста, письменный приказ. А этих вот самоизоляция, пропуска у нас нет. А тогда чего? Мы никто ничего не требуем. Как это не требуете? Как это не требуете? И вот с тех пор, когда мы начали, они уже начали по-другому. Нет, у нас здесь никто никого, даже за маски не штрафуют уже. Ну вот два дня мы маршрутки остановили. Ну как? Просто держали маршрутки, потому что требовали маски одеть, а мы не выходили, и автобус стояли. Ну, сели в разные маршрутки против администрации. Они, вот, Наталья, я говорю, вы не исполняете свой устав. Бесперебойная подача внутригородского транспорта. Ну, вы же, говорит, его держите. Я говорю, нет, не я. Короче, да, бунтовались до того, что они сказали, ну, их нахер. Пусть они и водители, и все. То есть ездите уже, это без маски. Сказали не требовать, только предлагать, но уже никто и не предлагает. И вот в магазинах, где побывали, там что с скандалами тоже. У нас как бы такого сейчас нет. Ну, по крайней мере, никто не штрафует, никто не требует, а тем более никто не крутит там. Такого нет, конечно. Ну, потому что им объясняем, что вот даже, смотри, когда мы ехали на Новый год, у меня москвичи приезжали, ну, друзья, и мы поехали за 170 километров, ну, на Кубани тоже, в другой район подружки. Ехали ночью в Адыгее. Адыгее же у нас там отдельное государство, там вообще беспредельщики. Заехали на заправку. Получилось, что утром мы заправились нормально без масок, вечером на той же заправке начали требовать маски. А там заправка, вот как, заправился, а потом деньги отдаешь. То есть мы уже залили бензина, а деньги они у нас не берут. 12 часов ночи. И начали, девчата, сейчас мы вызовем своих ребят. Ну, своих ребят, я так поняла, это полиция. Говорит, вызывайте. Приехали. О, у вас тут 5 человек, сейчас 5 штрафов, держите дистанцию. Ну, и началось в колхозе утро. А я говорю, а протокол на, по поводу чего? 20.6. Я говорю, вообще замечательно, давайте, давно хочу, чтобы кто-нибудь составил на меня. Прям провоцировало. Я говорю, давайте, хоть вы составьте. Они уже, этот, стоят. Ну, сейчас приедет группа, оперативно-следственная группа. Я говорю, кто приедет? У вас еще здесь убийство? Причудить оперативно-следственная группа. Я говорю, хорошо, составляй 20.6, только для начала ты должен, чтобы она заработала, 1.5, 2.1 КОАП, 2.2 КОАП, и тогда эти 3 статьи прокатят, только потом 20.6 можно составлять. Если, говорю, ты сейчас этого не сделаешь, то вот, сколько у вас здесь, 3 человека, на каждого сейчас по 6 уголовных статей мы возбудим. А ты сам знаешь, ваши эти действия уже не обжалуются, там уголовные дела заводятся. 4.5 часа, мне уже понравилось развлекаться, они уже от нас там бегали вокруг заправки, в результате умоляли, говорит, давайте мы вам оплатим бензин, раз у вас не хотят брать, ну как, за вас заплатим, ну с наших денег, понятно. только пожалуйста, выезжайте, я говорю, нет, нет, пусть берут, а то мы сейчас выльем прямо вот здесь бензин этот на заправке и уедем. Как это, ну вот так, выльем на пол, все раз вы не хотите возвратку делать в колонку и брать деньги не хотите. В результате все-таки нас обслужили и мы уехали пол пятого утра. Ну менты там украшивались, мы только уехали, какие там уже протоколы, даже наши смеялись, мы видели, как вы там в Адыгее мозг выносили. Ну тебе нужен оператор, тебе оператор хороший нужен, который умеет прямые эфиры вести, мгновенно сразу включаться. Ну, во-первых, камера нужна, она у меня есть там, нету этого, чтобы потом заливать в компьютер ролики. Не-не-не, камера не нужна, такой же телефон, как у меня, Vivo Y19, и без проблем сим-карта вставляется с 4G, и все, и прямой эфир сразу, мгновенно включаешься. Я с этим, я плохо с компьютером-то общаюсь, вот чего-чего, это мне почему-то как-то с трудом дается. Селфи-палка за 500 рублей для стабилизации изображения, и все. У меня есть селфи. Ну и все. Палка, все есть. Больше ничего не надо, разблокировал телефон, нажал одну кнопку, и пошел эфир, все. Ну, у меня телефон тоже новый, но он называется Honor последний, я не знаю, есть такая же. Он Honor батарейку плохо держит. Vivo Y19 выдержал в минус 20, 4,5 часа съемки, и потратил на это всего 20% аккумулятора. Да нет, я тоже по 2 часа съемки веду, нормально держит батарея. Ну так а в чем проблема? Настроить, чтобы в ВК или на Ютуб сразу этот прямой эфир убил, и все? Ну я этого не умею, помощников нет, я же тебе говорю, кого не спросить. Ну а помощники только такие, которым что-то надо от меня, так некому. Зачем вообще с судами общаться? Я сейчас не помню, что я сделала, я потом даже наверное скину, что я написала тут в мировой суде, ну как получилось, я не от себя писала, а от дочки, потому что на ней квартира как бы, мы же не платим за ЖКХ, я же там уже, ну не просто перестали, а я сначала запросы сделала, то есть и в прокуратуру, и в аминистрацию, во все управляшки, получила ответы, то есть у них нет никаких этих, ни в аренду не брали, ни продавали, ну не покупали они эти ресурсы, территорию там, электросети, например, комплекс ЖКХ, ну вот такие, нету. по квитанциям, четкий ответ дали, что эти квитанции, они же не соответствуют ихнему приказу Минстроя 43-му, пишут, что эти квитанции носят чисто рекомендательный характер и обязательному применению не подлежат. И все, я им выставила претензию, что как только вы докажете, что я что-то вам должна, вот прям потребовала справку, либо подтвердить наличие задолженности у нас подпись, печать или отсутствие. То есть, ни ту, ни ту справку они до сих пор не дают. Ну, не отрезают, ничего, вот я не плачу еще, я говорю, как докажете, вопросов не будет. Ну, это потому что ты там на месте, а ты попробуй уехать хотя бы на месте. Здрасте, я каждый год уезжала на море, это я вот в том году не поехала и в этом, а так я уезжала в мае и в апреле и приезжала в октябре, меня по полгода здесь не было. Я же все пригоджи на море пропадала. У нас тут, меня же что, вон, как только в психушку сдали или в камеру садят, сразу всякие какие-то административные дела возбуждают, чтобы не смог обжаловать. А там внутри ничего не дают, ни ручку, ни бумагу. Нет, вот у меня как-то один раз было тоже, я приехала с моря и тоже был этот судебный приказ. Единственное, что видишь, если ты поешь на поезде, у тебя будет билет. И я просто когда узнала тоже, да, я взяла этот, ну, там-то у меня было заверено в Геленджике, я приложила, что я не могла это получить. Она восстановила срок обжалования, отменила судебный приказ. И все, никаких вопросов не было. Отверждение, если есть, что ты там отсутствовал, то все, отменяется. с восстановлением пропущенного срока обжалования. Расскажи, пожалуйста, про колхозы. Ты вот с женщиной разговаривал, потом этот ролик исчез. Народ очень заинтересовал вот эта тема. Ну, колхозы и совхозы, вот акт о вечном пользовании землей, он какого-то года, там 50 какого-то, по-моему, я не помню сейчас, он действующий. То есть, в СССР были колхозы и совхозы, это, если чтобы понятно было, это те же общины. Ну, общественные. Они же там как, у них свое управление было, что-то они там где-то продавали, но это у них свое было все. Почему даже если человек уезжал с колхоза или совхоза, то дом выкупал управление, если частный дом, а квартиры просто давались. То есть, колхозам, совхозам на вечное пользование отдавалась какая-то, вот, большая территория земли. Это брать выписку с поземельно-шнуровой книги. Никуда они не делись, там даже СССР к ним не лез, а тем более РФ никак не могла. Ну, они обманным путем поразваливали колхозы, вот, отжимали все и сейчас же используют, а на самом деле-то даже те, кто колхозные паи продавал, они все равно в аренде числятся. Ну, там как-то оформлено так у них. Вот это должны, кто в колхозе, у кого родители были, они же как по наследству, потому что земля, она не могла никак уйти, ее СССР не трогала, как она в РФ ушла, их не колхозная земля, никак. Им надо просто потребовать, как назывался в то время колхоз, они же там тоже название меняли, чтобы вот как-то следы запутать. Потребовать выписку с поземельно-шнуровой книги, ну, кто в колхозах там состоял, родители, бабушки. Дети, они уже там тоже, это потому что навечное пользование землей, пока они там никуда не денутся, ну, даже в наследство вступать не надо там. Все. А выписка по земельно-шнуровой книге, там все данные на основании документов. Вот у них еще какой подлог, они параллельно с 91-го года ведут по хозяйственную книгу. И как выяснилось, что они заносят, например, если в поземельно-шнуровую вносилось только на основании документов, ну, как, если ты колхозник или тебе колхоз выделят для постройки дома и там в полях у вас общие паи. А по хозяйственную вносят сейчас вот просто без документов, со слов. Вот пришел, ты назвал любую, тебя записали там. И так же право на собственность выдали. Почему вот были случаи, когда несколько человек приходят, да, на один участок там дом, это три-четыре и судятся у каждого право на собственность. Да потому что со слов пишут. Это мы уже проверили, как оно и есть. А подземельно-шнуровые, их восемь копий, ну, я не знаю, так я понимаю, на район. и вот эти, кто их вел раньше, они давали присягу, что они не будут туда подложные документы, для чего их восемь копий было. То есть, если кто-то подлог, запись сделает, ну, какую-то там липовую, то по другим семи копиям можно будет проверить. У них там ответственность была уголовная, поэтому там четко все на документах. Ну, у нас не прячут, у нас лежит, выписки дают. Я эту книгу даже подземельно-шнуровую их держала, их там три, но небольшие. Где ее надо истребовать? Ну, у нас в сельском совете лежит, у нас же есть районный, администрация районная и сельская. В сельских советах. Так, и выдают выписку, дальше что? Ну, вносится только эти дома частные. Многоквартирные дома в подземельно-шнуровую книгу не вносились. По многоквартирным домам надо запрашивать в администрации строительный паспорт и документ о выделении земельного участка под строительство многоквартирного дома. Вот так оно чисто, вот так называется оно. Это у кого многоквартирные дома, а у кого частный дом, то подземельно-шнуровая. Колхоз тоже подземельно-шнуровая. Ну, вот. Пусть запросы делают. И возрождают свои колхозы, засеивают поля. Они даже вот, кто там, кто брал вот с эти, выписку с подземельно-шнуровой, и тогда уже налоговая даже сама все налоги возвращает и прекращает взимать, ну, на землю, на имущество. То, что у них нет, по-моему, вообще-то не их. Вот. Запрос. Запрос очень простой. главе, ну, вот сельской администрации в этих, как, в городах, наверное, в мэрии брать надо. Они сами там эту поземельную найдут. И просто прошу выдать и желательно указать этот. Там не надо данные, только адрес участка. Они же еще и адреса поменяли. То есть, если помнят старый адрес, то и старый указать, и новый. И все. Я хотела добавить, что в течение месяца это выдается. Все. Чтоб люди потом не спрашивали. Ты в том разговоре говорила, что МСУ и ТОС и там вот эта все фигня надо именно в сторону колхозов копать. Правильно? Ну, а МСУ-то сейчас у нас действуют вот эти административные администрации. Это же местное самоуправление. А они будут в принципе правильно. Если кто-то МСУ создает, они как захват власти будут. Все ясно. А ТОСы это что такое? А товарищеские объединенные эти, как они правильно расшифровывают? Территория общественного самоуправления что ли такое? Территориально общественное самоуправление. А где это вообще прописано? Я чуть не знаю от такого названия. Ну, это ТОСы делают многоквартирщики обычно. Ну, да, да, да. Ну, ИРФовская это все лажа. Вот когда начинают бегать, оформлять что-то, я говорю, куда вы оформляете в этой ИРФе? Росреестр у них ликвидирован в 19-м году 31-го декабря. Все равно ходят, куда-то что-то ставят. Я говорю, куда вы оформляете это? На деревню дедушки? Ну, надо же, у меня же собственность будет. Я говорю, да нет у вас собственности, у вас даже крышка от кастрюли не принадлежит вам, а вы какую-то собственность оформляете, бегаете. Потому что вот я запросила по нашему дому 82-й год постройки. Это было ведомственные дома, вот у нас их тут 4 стоит, вот рядом со мной. Это нашего завода октября, литейный завод был. Когда я запросы начала делать по техническому паспорту, по строительному, мне пришел ответ с администрацией, что вы до сих пор висите на балансе этого завода октября. Понимаешь? Техпаспорта нет. Я говорю, а как вы тогда плату берете? И они тут запаниковали. Я говорю, как вы плату считаете? Подключали меня, кто подключал. А плата наступает с момента подключения. В 82-м году ваша эрефия была, чтобы она меня подключала к чему-то, к свету, вода, там, что еще? Вот, нету. Они теряются, они даже этого не знают. Сами там, они противоречат своих ответах, короче, ловятся они там везде на своим подлоге. То, что казначейские счета они открывают, тоже подтвердили, да, открытые. Я говорю, а добровольные взносы куда вы требуете? Нет, подушевую книгу запросила. Нету подушевой. Я говорю, тогда вот вопрос. Я говорю, куда вы дели население? Они говорят, в смысле? Я говорю, ну если у вас нет населения, нет бюджета получателя, то и нет бюджета распорядителя. А это значит, нет никаких органов. У них опять паника, это в администрации. Я говорю, тогда вы кому попрошаете, у кого вы помогаете плату и кого вы в списке голосования вносите? Они даже об этом не подумали, когда ответ писали. А еще знаешь, как мне написали? Адрес мы указали. Говорят, мы вообще не знаем, живут ли там люди живые и сколько их там живет. Ну, мы не знаем количество там вообще кто-то живет. Вот прям так и написано. А я была вообще не знаю. Ну, вообще, что ли, как-то вот. Ну, как можно написать? Мы не знаем, но тут же кидаем попрошайки, тут же в списки вносим. Наташ, я же просил, не используй опасные слова. Я уже поняла. Ну, вот как такой ответ вот. Ну, а я их собираю, и потом, когда начинается там где-то спор, я говорю, вот это вы ответили, вот это вы ответили. Как вас вот тут понимать? Так, мы уже полтора часа записываем. Есть какое-то пожелание для всех высказать? Есть. Не звонить, не пришли. Не, если по делу еще ладно, но когда вот просто, чтобы пообщаться, слов нет у меня. Зачем им надо искать сразу номер телефона, просто, чтобы пообщаться? Ну, вот хотя бы в покое оставить. Звонками, звонками меня не донимать. Ясно, ясно. Это технические вопросы. Давай это, твое пожелание зрителям нашим всем. Да что, просвещаться надо, перестать бояться, во-первых. И самое главное, не надо бегать, когда им что-то говорят, на слово верить. На слово верить никому не надо. Вот, ну, службы какие-то, организации ходят. Нет, я всегда говорю, а дайте мне письменно, подтвердите это, дайте это. И никогда не надо им ничего доказывать. Вот не надо. Хотят они там, типа, вы справку там принесите, туда сходите. Нет. Вы мне докажите это, а мне зачем? Ну, вот, вы мне и подтвердите. Письменно, с подписью, с печатью. Главное, чтобы не было страха, и надо их тревать. Ну, в каждый поход, даже сколько вот у меня там, да, какие знания есть, я все равно конкретно готовлюсь. Готовлюсь как? Вот, мало того, что бумажки там прихватываю кое-какие, напоминаю, и, как тебе сказать, прокручиваю в голове, какие могут быть ситуации, как они себя поведут. То есть, на любой их не выпад, у меня там есть аргумент, вот так как-то. Не просто, вот они говорят, ой, мы ж не думали, что они так скажут, мы ж не думали, что они так сделают, а думать надо. Я все продумаю. Мне, наоборот, интересно идти, не зная куда, не зная, что будет, и не зная, кто выйдет. Нет, это-то интересно, но мне ж еще интересно, вот, я в голове прокручиваю, кто там выйдет, кто что скажет, да, кто что захочет, какие-то там свои эти требования выставить, а у меня куча вариантов, сразу раз досталось с памяти головы, почему вот они сильно не хотят общаться, потому что мозг выносить начинают, ты же слышал, там все не остановилось. Мне нравится сразу по ходу ситуации, выходит новый человек, я сразу, ну, начинаю, до тех пор, пока человек не вышел, я не думаю, что он может выйти, а вот когда он вышел, ну, допустим, вышел, приходит полковник в погонах, у меня сразу трын, миллион вариантов такое, дерево вырастает, что он скажет, что он сделает, и как мне среагировать, и начиная каждую веточку поочередно тестировать. Ага, так у нас-то они уже не выходят, или выходят те, кто как бы, они в основном прячутся, даже ответственных вызываешь, вот чтоб, во-первых, съемка идет, никому не хочется выглядеть там, как, не знающим свои регламенты, и сильно это, прячутся, либо выходят, ну, как бы решают вопрос, у нас-то там нет такого, я уже даже знаю, кто откуда выйдет, у нас же маленький этот, уже всех этих знаем, во всех организациях, кто выйдет, кто не выйдет, поэтому и вопросы уже готовы, у вас там больше город, поэтому я точно не знаю, кто там к тебе придет, что отвечать, а у нас все тут понятно, четко. Ясно, благодарствую за разговор, слушаем, я тут записал три документа, это вот выразъявление о снятии с регистрации персоны, есть ли она у тебя? Которое мое? Да, да, да. Мое которое? Да, твое. Твое изъявление, оно у меня есть. Ну, можешь прислать? А, на электронку, да, образец, скину еще скину электронку. Нужен ответ про систему мира, от УМВД, что там, что-то мы с тобой разговаривали в самом начале. А его сканировать надо, он на бумаге, письмо прислали. Надо скан, ну, если дочка приедет, попрошу, надо приготовить, чтобы она отсканировала и уже туда на электронку переслать. Так ты же можешь в WhatsApp сфотографировать и тут же отправить. А, с WhatsApp? Ну, это надо папа найти, эту, она у меня же тут по папкам все, папка МВД, папка прокуратура, папка ТО, у меня же прям большие тома тут папок и вся переписка, поэтому надо сейчас найти. Да, сфоткать надо. Ну, пришли, пожалуйста. И ты говорил про какой-то документ Ватикана, про двуногий скот. А, это надо вот здесь у себя поискать в компьютере, сейчас поищу. Вот это размести, которое я тебе скинула, да, методические рекомендации, сам почитать про приставов. Они даже об этом не знают, я им показывала, говорю, видите, весь уголовный кодекс вам пропечатали тут. Они не могут с нас, они не должны с нас требовать ничего. Там прям уголовные статьи все прописаны. И что я тебе еще скинула? А, что у каждого полицейского доверенность должна быть? Скинула. А, вот этот паспорт, что это дорожный документ именно. Когда я снималась с регистрацией, а что, говорит, вы пишете, ладно, вот это вы все написали, а что вы пишете, что это дорожный документ? Ну, я им гост на стол положила, ваш, говорю, гост, наш. Вот, говорю, видите, описание паспорта, дорожный билет. Они о нем и не знали, и не видели его. Я его нашла. Вот этот гост тоже. Ну, ссылочку сделай, пусть изучают люди, требуют что-то там, разбираются. А вот, воля изъявления. Ты вообще какие документы не можешь выложить? Ты мне вышли, я вот под этим видео все выложу. А, кстати, вот смотри, я могу скинуть это заявление, которое я написала по хищению документов ментами. Обязательно, обязательно. Это как офер. Там прям все расписано, так я такое же отправила и в суд. Судьи быстренько мне обратно вернули месяц с конвертом и написали, вы нам ошибочно прислали. Я сейчас им в обратку еще отправлю, марками загашу, посмотрю, как они запляшут ошибочно, не ошибочно. А они понимают, что они делают. Понимают. Там вообще классная оферта. Ни менты тоже обалдели. Там покражи всех документов. Давай, давай, разбежу для всех. Пожалуйста. Вот эту третью редакцию я успела скачать, а ее прям спрятали сразу на Минюсте. Действующая редакция третья, десятый год поправка. Они сначала текст спрятали, теперь карточку, осталась только третья редакция и вторая. Но он действующий указ, на основании которого вам обязаны все по запросу выдавать все в течение трех-пяти дней заверено надлежащим образом. Не вот эти отписки 59 ФЗ, типа месяц ждать. Нет. Юрлица, 59 ФЗ к юрлицам не относится. Они обязаны крайний случай в течение десяти дней выдать ответ. А по указу это прям сразу. Но указа даже судьи боятся. Можешь запросы делать. Третья редакция у меня есть, могу только на электронку, не знаю, если получится, чтобы ссылка была. Высылай, высылай. Ну, они его спрятали. Его уже спрятали, ссылка не получается, я не могу сделать. Ее надо как-то на гугл диск перекинуть. Там и карточка, что он действующий. Они уже спрятали его, потому что там написано четко в третьем пункте, что запрещается снимать копии с документов. То есть у нас паспортные данные берут. В банках паспорт прокатывают, понимаешь, везде копии требуют. Вот в суд, да, ты должен принести копию этого паспорта для чего? Вот там они дела мастрячат. А там четко написано, запрещается с любых документов снимать копии и заверять их. А они же у нас берут везде. Вот почему этот указ так важен. Ну, его судьи и без этого боялись. А теперь еще и паспортные данные. А как они заявления требуют? Заявление, копию, паспорта, да? На подачу судебные эти. Вот, пожалуйста, прижимайте суды этим указом. Попаяться это точно. Вот как-то так. Пусть пользуются. Да, что скину, а там выберешь, что тебе надо. Ну, вот это по краже паспорта. Наташ, Наташ, ну, я же тебе говорю, ну, что найдешь нужным, накидай. Ну, что, мы сейчас уже 20 минут обсуждаем, что нужно отправить. Ну, может, что-то ты еще забыл. Все, я тебе накидаю, давай пока. Монтирую, а я накидаю. Добро. Благодарствую за разговор. Давай, всем зрителям. Счастливо. Добро. 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok